С 2011 по 2014 год на предоставление грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства направлено более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Никогда в своей истории малый бизнес в Чувашии не получал таких объемов государственной поддержки, говорится в послании главы Чувашии к Государственному Совету. За эффективным расходованием государственных средств будут пристально следить специалисты. В случае нецелевого использования средства будут взысканы в пользу бюджета. В Чуваш уже накоплен опыт возврата незаконно выведенных из экономики республики денег. Один из хрестоматийных примеров – венчурный фонд. История эта длится с 2010 года, когда прежнее руководство фонда «Согласие пайщиков» выделило 140 миллионов рублей на два серьезных проекта в области сельского хозяйства. Один по производству лизины и кормовых добавок, другой по переработке и реализации биомассы. Реализовать их взялись ЗАО «Чуваш Агребея» и «Редланд Фарминг». Каждому было выделено по 70 миллионов рублей. К сожалению, не было тогда понятно, каким образом были эти два проекта поддержаны, на каких условиях, почему именно эти проекты. Не было проведено никакого анализа. К концу года стало ясно, что эти компании не в состоянии выполнить свои обязательства по займам и реализовать проекты. Глава Чуваши дал поручение проверить, куда ушли деньги. Глава уже в феврале Михаил Васильевич Игнатьев заслушал итоги реализации проекта, по результатам которых было принято решение, в рамках комиссии по продействию коррупции и по правопорядку, было принято решение о выходе из этих проектов и о возврате денежных средств. К сожалению, мы встретились и глубокое противостояние возврату средств. К работе подключились правоохранительные органы. Выяснилось, что предприятие не платежеспособное. На расследование ушло почти три года и в 2014 году удалось вернуть половину средств. За другие 70 миллионов борьба продолжается. Идет процедура банкротства предприятий. А в правительстве на уровне законов закрыты все ходы по возможному выводу финансовых средств. В декабре 2015 года мы выходим из двух проектов. Ищутся новые проекты для дальнейшего финансирования. Всего управляющую компанию было подано порядка 100 заявок. Это должен быть какой-то интересный инновационный продукт. То есть компания должна вести свою деятельность в научно-технической сфере. Все заявки сейчас проходят жесткий отбор. На предмет надежности партнеров проверяют теперь по всем статьям.